Как показывают многочисленные опросы в Армении, несмотря на то, что власти страны заявляют о готовности подписать мир с Азербайджаном, сами армяне пока не готовы мирно сосуществовать с азербайджанцами. Тему продолжим с нашим гостем на прямой связи со студией. Главный редактор аналитического портала, обозреватель Ниджат Гаджиев. Ниджат, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как? У Армении все чаще остается этот враждебный настрой. И хотелось бы узнать, почему же правительство за мир, а вот сами армяне против. Как думаете, к чему это может привести, как в самой Армении, так и с точки зрения мира в регионе? Ну, тут надо отличить от политического реализма и прагматизма, от политического романтизма. И это очень важный момент. Романтизм заключается в том, что все 200 лет армянскому народу учили, что они великие, у них, может быть, государство от моря до морей. Это огромная, великая нация имперского типа и прочее, прочее. Все это везет в бред. Это философия и идея, придуманная во Франции и осуществляемая Российской империей. Еще в прошлом веке, когда они были в составе Османской империи, я напомню, что в составе Османской империи армянский народ назывался верный. Это был вернейший народ на каком-то этапе императору, султану, и за что они получили это название. Но потом им внедрили идеологию Дашнакситюм. Они начали верить в то, что они исключительно народ. Они могут построить империю государства трех морей, имеется в виду черное, Средиземное и Каспийское море. И потом был северский договор, который предполагал огромное расширение Армении. И вот в этой парадигме они стали жить. Уже после расхвата Советского Союза захват и оккупация азербайджанской территории эту идеологию не подкрепили. Причем это подкрепили со стороны разных стран спецслужб. Я сейчас не хочу назвать эти страны. И привели к власти тех, кто, собственно, этим занимался. То есть, я имею в виду, преступников Роберта Качлана, Ферреса, Карабахстана, Карабахстана и прочее. Их всех кормили идеологией. Им не надо было ни развиваться, ни в экономике, ни в прогрессе, добра соседства и прочее. Им нужна была вот та идеология, которая их чисто так... Им было приятно слышать и им было приятно знать. Но политический реализм и прагматизм в регионе всегда говорил о другом. Вот Пашинян теперь пришел. Тоже с романтизмом таким пришел. Вот Карабах – это Армения. Прочие-прочие заявления неоднозначные дела. В итоге, после 2020 года, понял, что нет, политический реализм в регионе совсем другой. Расклад сил поменялся, геополитический баланс сил променяется. Причем не в сторону традиционных его союзников. Сразу я это скажу. И сейчас уже, когда он понимает, что альтернатив подписания соглашений, мирных соглашений с Азербайджаном на условия, которые выдвигает Азербайджан, нет, он говорит, что нужно подписать мирные соглашения, пойти на какие-то уступки, лучшее отношение с Турцией, лучшее отношение с Азербайджаном, открыть границы, разблокировка, экономика, мир, дружба и так далее. Ну, а с армянским обществом, на идеологической платформе никто не общается. Да, отдельные какие-то пропашиняновские политологии, экспорт, что-то пытаются им донести. Но они сами тоже бывают, зачастую они сами тоже бывают, заражены вот этой бредовой идеологией, которая у них есть. А потому и возникает конфликт между политической реальностью, которая касается Пашиняна. Он понимает, что на переговорах с Алиевом он там говорить о Великой Армии не сможет. Ему быстро напомнят 20-й год и еще много чего другое. А тут надо, как бывает, что-то народу объяснять. Поэтому самым ключевым моментом на сегодняшний день, это, кстати, нас тоже касается, и наши мозговые центры, философские интеллектуальные круги, тоже касается, что мы должны в Армении заменить историко-психологическую и философскую парадигму, нарратив. Каким образом? Это уже я не могу сказать. Но на самом деле это важно, надо думать, потому что только лишь после этого можно будет ослабить позиции реваншистов, ослабить позиции коллабрантов Армении, которые готовы сотрудничать хоть с дьяволом, но лишь бы добиться каких-то своих идеологических целей. А это очень опасная вещь. Я напомню, что Гитлер в 1945 году начал бомбить свое метро и уничтожать свое население, потому что он посчитал, что арильская операция, оказывается, не самая сильная и недостойная этого. То есть этот народ с этой идеологией может прийти даже к самоуничтожению. Собственно, она уже и прошла частично к самоуничтожению. То есть вместо того, чтобы дружить с Турцией, с Азербайджаном, не иметь никаких территориальных претензий и довольствоваться тем, что есть хотя бы. И это, если честно, если вы исторически справились брать, это много для них. Но тем не менее уже то, что есть. То, что ООН признал, то, что международная организация признает. То, что Азербайджан сам тоже признал. Ну, 29-8 квадрата геометра он признал в Грусселе. И это очень важный момент. Нужно армянским сообществом работать. Эту работу может провести институциональная организация Евросоюза. МПО разные, гражданские секции, медиа, СМИ. И эту идеологию надо заменять. Национализм, фашизм, основанная на бритовых идеологиях, должен уходить. И должен проходить всегда политический прагматизм и реализм. Только так можно будет разговаривать с армянским обществом. С политикой мы понятно, поскольку политики уже понимают, что к чему нет. Вот я вам еще такой момент скажу. Хорошо, допустим, мы подпишем мирное соглашение с Арменией. А в исторических книгах в Армении, а на медийном пространстве. То есть все это в истории, в книгах, в культуре и так далее, зафиксировано для них, что подсознательно это очень большая проблема. Что Карабах это Армения, это Великая Армения. Что вот восточная Турция, Карлс, Эрдахан, другие города. Это вот подсознание лежит в их книгах, так, в истории, так, в культуре. То есть у них есть определенная матрица, в которую они уверовали. Как бы все было, никакой бы реальность не было, нужно эти парадигмы менять. Чтобы хотя бы новое поколение, оно расположено в других условиях. Это очень сложный процесс. И с этим надо работать. Советский Союз над этим работал аж цело 70 лет. Менял историю всех народов, даже русского народа. И тут тоже надо менять, не в плане того, что вот прийти и сказать, что вы армяне, вы не армяне, азербайджанцы. Нет, так не будет работать. Нужно работать более правильно. Надо давать им объективную историю, основанную на важных исторических источниках, допустим, британской энциклопедии, ватиканской энциклопедии, мусульманских стран, есть каирская, есть турецкая, истамбульская, есть иранская историография. То есть это все очень важный момент. Надо создать объективную историю, написать ее. Для самой же Армении и армянского народа, что вы, это никакая не великая нация, исключительно нация, которая имеет право на государство трех морей, и так далее, и там потом. Такого никогда не было. Это все бред. Это главный их государственный атрибут, и на кого они ссылаются. Ну, если, допустим, мы сейчас ссылаемся в историческом плане. Сначала на Адеге, потом идем дальше на ханство, потом идем дальше на серебридов, потом идем дальше на Афгангу, Афгангу и так далее. У армянского все нет. Армяне ссылаются на 18-е годы какие-то полуобразования. То есть какие-то люди в каких-то горах объявились независимыми, это раз. И до этого, они говорят, до нашей эры существовал Тигран Великий, который правил при селевкидах, а селевкиды были кочевниками. В общем-то, очень такая мутная история. Но они в это поверили. Что интересно, что они в это поверили и идут за этим. Без особого критического мышления, без особого критического сознания. И критика есть той же самой истории. Мы, допустим, в Азербайджане сидим и изучаем. И не все книги, которые там все, что написано, верим. Мы их проверяем, сверяем, перепроверяем. Потом еще доказываем эту историю, что он был тут прав, там не прав. В Армении ничего не так. В Армении написали одну историю, одну концепцию. И они все в это уверовали и пошли в этом направлении. Советский Союз силой поменял все это, парадигм. Но сейчас они, как говорится, откатаются обратно к своей Дашнадзинской политике. И поэтому Пашинян сейчас сталкивается с таким проблемой. Я думаю, что если Пашинян подпишет мирное соглашение, это один из главных вопросов. Почему он боится подписать мирное соглашение? Вроде бы как бы все нормально. Вроде бы как бы никаких ущемлений территориальных. Ни со стороны армии, ни со стороны заработка. Но почему они боятся? Потому что он понимает, что это народ, население. Она заражена больной идеологией. Она может пойти на всякие радикальные шаги. И не только в отношении него, но и в отношении его семьи, близких, родных, друзей, команды. И так далее. То есть он сейчас пытается выбить себе определенные гарантии безопасности. Личные гарантии безопасности. В Брюсселе, в Вашингтоне, в Москве. Вот недавно его визит был. В Москве, кстати, эти гарантии безопасности частично могут обеспечить, если честно. Но обеспечить ли? Вот в чем вопрос. Теоретически Москва может пообещать. Да. И может выполнить свои обещания. А может он не выполнить? А вот тогда что? Вот поэтому сейчас мы в этот момент именно уперлись. В плане того, что есть радикально общественное сознание в Армении, которое подсознание сидит очень глубоко. Есть политическая элита, которая понимает политические реализмы в регионе. То есть само участие Пашиняна на инаугурации Эртугана говорит о том, что Армения признала и поняла, что в регионе есть такая страна, как Турция. Она очень большая. И у нее очень большие амбиции. И Армения там ничего не светит в этом направлении. А потом надо идти, как говорится, на поклон к Саше. Вот что она поняла. Один из итогов войны 20-го года стало то, что Никол Пашиняна понял, что с Турцией надо считаться и с уважением к ней относиться. И слышать, что она иногда говорит. Не только Турция, но и Азербайджан. Вот что главное. Но опять же, это политический реализм, в котором живет сам Пашинян, его элита, его окружение. А есть и идеологии, люди, которые верят в идеологию. Это очень опасные люди. Вот что здесь вопрос. Пока что мы видим, что в политическом реализме своем Пашиняна и руководство Армении мечутся между Россией и Западом, не зная, кого слушать и чьи указания выполнять. Будем надеяться, что они не будут все-таки услышать и увидят руку помощи от Азербайджана, и от Армении, и от Турции, очень извиняюсь. И все-таки подпишут соглашение, которое мы им предлагаем. Спасибо большое. Я вас благодарю и напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был главный редактор аналитического портала, обозреватель Нижат Гаджиев.